Ольга Курносова подключается к нашему эфиру, российский оппозиционный политик. Здравствуйте, Ольга, рада вас видеть. Приветствую вас. Здравствуйте. Ну, знаете, сказать, что тут как-то что-то неожиданное было в том, что российские власти попытаются подкупить недовольных матерей, жен, сестер и так далее, которые хотели бы видеть живыми своего родственника, наверное, ничего нет. Но, тем не менее, ваша оценка, удастся ли подобным инструментом заткнуть рот с движением солдатских матерей или нет? Ну, кому-то удастся, кому-то не удастся. По большому счету, собственно, то, что это появилось и появляется так поздно, убивать-то начали гораздо раньше, а все-таки какого-то такого оформленного движения не было достаточно долго. Может быть, было ожидание, что вот-вот отпустят, ведь все это наложилось на то, что власти сказали, какая ротация, никакой ротации. И вот пока война не закончится, они будут воевать. И вот это понимание, что, собственно, с каждым дополнительным днем вероятность, что его убьют, она увеличивается, все-таки привело к тому, что какое-то движение началось. на самом деле, вот этот ужас показывает, что Путин придумал новую формулу борьбы с бедностью. То есть половину бедных он убивает, а второй половине платит за то, что он убил первую половину. Ну и вопрос только в том, какой процент на это соглашается. Ну, как мы видим, процент все-таки больше на это соглашается, потому что все-таки людей, которые сейчас воюют, гораздо больше, чем вот эти жены и матери, которые возмущаются. Поэтому, конечно, эта формула работает, но не со всеми и не до конца. Ольга Владимировна, а скажите, пожалуйста, вообще в целом, вот сейчас, по состоянию на конец 2023 года, вот это движение матерей, жен и так далее, насколько оно весомо, значимо и заметно в Российской Федерации? К чему спрашиваю? Впереди у Путина ведь итоговая пресс-конференция, новогоднее общение с народом, как это принято называть. Понятное дело, что вопросы отсеют. Но, в принципе, перед этим публичным появлением Путина, насколько важно ему это движение по максимуму задвинуть куда-то на задний план? Или сейчас на территории Российской Федерации оно большого, ну, скажем так, сильно влиятельным и сильно заметным и не является? Ну, сейчас на территории Российской Федерации ничего не является сильно влиятельным и сильно заметным, просто потому что ничего, по большому счету, нет. Есть отдельные люди, которые, ну, и как-то пытаются сорганизоваться, как-то пытаются объединиться. Почему я говорю, что ничего нет? Потому что, например, во времена чеченских войн было такое движение солдатской матери, оно никуда не делось. И оно, во-первых, действительно во многом помогало решать эти вопросы. И там была и очень сильная правозащитная составляющая, и была даже некая политическая составляющая. Про них все знали, они были очень заметны. Сейчас они вроде как есть, но вроде как их и нет. Потому что их не видно, не слышно. Те, кто были, например, в президентском совете по правам человека, давно оттуда исключили. Поэтому даже у тех, у кого есть большой опыт этой работы, заткнули достаточно эффективно. Почему этих матерей и жен трудно заткнуть? Как раз потому, что они новенькие, потому что это свежая тема. И, собственно, есть некое такое внутреннее опасение, что их сложно заткнуть. Главное, чтобы один раз произошло, там кого-нибудь посадят, кого-нибудь побьют, а дальше как по накатанному. Поэтому я не думаю, что, в принципе, это будет большая проблема режима. На мой взгляд, действительно, что является проблемой, это то, что, несмотря на все репрессии, есть люди антивоенно настроенные, которые продолжают выступать. Есть люди, которые уходят в партизаны. И вот это все равно самая большая проблема режима. Очень часто мы с вами в эфирах обсуждаем то, каким образом события на войне могут повлиять хоть как-то на сознание россиян, которые живут в больших городах. Хочу вас спросить вот об этом указе, который Путин несколько дней назад подписал, об увеличении штатной численности вооруженных войск Российской Федерации почти на 170 тысяч человек. Вот в Пентагоне уже сказали, что, вне сомнений, Путин буквально разбрасывается человеческим мясом. Это я цитирую. После, чтобы попытаться удержать территорию, которую он незаконно оккупировал в Украине, и захватить еще больше. Ну, понятно, оценка как бы очевидная. Вот эти новости о нерсианах как вообще? Что теперь вроде же армия и так немаленькая, а еще 170 тысяч человек нужно. Они догадываются, почему или нет? Конечно, догадываются. Потому что облавы, так сказать, на привозовников идут-то вовсю. Про это все знают, этого все опасаются. И в этом смысле, когда Путин пытается воспроизводить советские кальки, надо же понимать, что и люди про это все помнят. Понятное дело, что тогда, в советское время, посложнее было спрятаться от армии, чем сейчас. Поэтому, если даже тогда это получалось, то сейчас тоже люди стараются это делать. Другое дело, что, конечно, в советское время не было системы распознавания лиц, искусственного интеллекта, всего того, что есть, например, в Москве, где поймать человека гораздо проще, чем в другом месте. Но, тем не менее, и от этого тоже можно каким-то образом спрятаться. Поэтому, да, россияне все это видят. Поэтому в сегменте молодых людей антивоенные настроения не то, что не падают, а продолжают расти. И вот как раз молодые люди, те, кого Путин убивает, они есть наиболее антивоенно настроенные. Ольга Владимировна, хорошо, давайте перейдем к следующей теме. Мы уже сегодня начинали об этом говорить. Подтвердили у Путина, точнее, что в этом году состоится прямая итоговая пресс-конференция Путина и такое новогоднее общение с российским народом. Ну, давайте первый базовый вопрос. Как вы думаете, вот данная пресс-конференция, это, по сути, станет неким стартом так называемой предвыборной кампании Путина? Ну, почему он в этом году все-таки решил с итоговой конференцией выступить? Ну, смотрите, все очень просто. Я всегда говорила и буду повторять, что для Путина очень важны экономические показатели. И то, что в этом году экономика России смогла, он достаточно, ну, практически, можно сказать, смогла восстановиться после прошлогоднего санкционного шока, дает ему возможность об этом начать говорить. А почему это получилось? Мы с вами много раз говорили, каким образом Россия пытается обходить санкции. Но есть еще вторая часть, да, почему экономика начала расти. Потому что огромные, просто огромные военные расходы. И в этом смысле перевод экономики на военные рельсы, он в этом году дал определенный рост. И зарплаты, и занятости по регионам она очень и очень существенная. Понятное дело, что даже советская экономика рухнула, в конце концов, под грузом военных расходов. Да, когда Советский Союз, даже Советский Союз проиграл гонку вооружений и закончилось это все распадом Советского Союза. Но это время. А сейчас вот этот, знаете ли, как у алкоголика, который шлепнул первые 100 грамм после какого-то дикого похмелья, и ему стало хорошо, и ему кажется, во, как хорошо. И вот этот алкоголический 100 грамм утренний, да, это то, что сейчас испытывает российская экономика. И это то, чем гордится Путин, что у людей растут доходы, нет безработицы и так далее, и так далее. Ну, а многие просто не понимают, что это на самом деле происходит, и поэтому у него есть вот эта, знаете ли, некая основа, с которой он и пойдет на эту пресс-конференцию. 14 декабря, вот та пресс-конференция, о которой вы говорите, прямая линия, уже пропагандисты разгоняют рекламу, как задать вопрос Путину на прямой линии, отправить свои вопросы на прямую линию, можно по бесплатному номеру 8800, диктовать не будем. Через бесплатное смс-сообщение, через сайт москвопутин.ру, помимо этого можно сделать, задать вопросы в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. В общем, весь народ льнет президенту с вопросами. А как вы думаете, в какой форме все-таки, Ольга, вот Путин предстанет народу, как опять кандидат на выборы, что вот он пойдет? Как это сделает? Какого-то алкоголика выставит в кадр, который должен будет его поблагодарить за все и спросить, ну так мы же, Владимир Владимирович, ждем, ждем. Как это будет? Ну, все-таки специально обученных людей у них достаточно, чтобы можно было какую-то картинку в каком-нибудь отдельном месте, на той же самой ВДНХ, где-нибудь найти точку, где подберут, не знаю, 10 человек, и в которых можно не сомневаться. Ну, а чтобы сомнений не было, там ведущий должен иметь не только микрофон, но и пистолет. Что-нибудь не то сказал, мы тебя сразу расстреляем. Поэтому мне другое интересно. А сколько придет вопросов по этим прямым линиям, простых и незамысловатых? Когда же ты сдохнешь, тварь, например? А вот интересно, вы действительно говорите способов много. Пошли свой видео-вопрос или просто аудио-вопрос туда-сюда. И что они будут делать с этими вопросами? Я уверена, что такие вопросы тоже будут. Понятно, с разными формулировками, но с вопросом одних. Когда ты освободишь Россию от себя самого гада? Ольга Владимировна, если уже говорите о вопросах, давайте напомним нашим зрителям, что появилась информация, что во время этого общения Путина с российским народом еще более усилился, вот как Александр верно сказал, пул-пул, да? То есть люди, которые будут отсеивать, отбирать неудобные вопросы, чтобы у Путина была очередная теплая ванна, скажем так. Вот давайте немного пофантазируем. Путин, ясное дело, что боится прямых вопросов. Вот можем составить какой-то топ-рейтинг самых страшных вопросов для Путина, по состоянию на конец 2023 года. На мой взгляд, все-таки самый неприятный вопрос, когда он уйдет. Неприятный вопрос, зачем ты начал войну, конечно же, потому что пропаганда все время разгоняет, что это не мы, что это кто-то еще. Зачем ты убиваешь русских солдат, например? Тоже, так сказать, вполне себе, мне кажется, хороший вопрос. Другое дело, как вы правильно сказали, сможет ли кто-то достаточно хорошо замаскироваться, чтобы неприятный вопрос задать прямо в кадре. Я думаю, что такую возможность отрежут просто технически. И прямых включений не будет вообще ни одного, никак, ничего. Везде будет модерация, и, так сказать, будут записанные вопросы выдавать за вопросы заданные в прямом деле. Есть у меня такое ощущение. Потому что, конечно, вот этот страх, не будем забывать, все как-то готовятся к прямой линии. Вот северомойский туннель взорвали. Так что какие-то события происходят прямо все время. Понятное дело, что российская пропаганда пытается их не замечать. И говорит, да подумаешь же, там подымил поезд и проехал. Да ну какой там взрыв, да что вы, да ничего не было. Но это, как бы мы видели, и с крымским мазком так было. Поэтому все время происходят очень и очень болезненные для России события. Потому что подумайте, где северомойский туннель? В Бурятии. То есть в Бурятии есть либо, извините, агенты СБУ, либо партизаны, либо это их совместная работа. Неприятно. Ольга, позвольте последний вопрос вам поставить. Времени мало остается. Мы всех представителей российской оппозиции спрашиваем. На выборы надо, ну или на процедуру, называемую выборами в России, надо ходить или надо саботировать, как вы думаете? Нужно бойкотировать, причем это должен быть активный бойкот. То есть не то, что ты сам не пошел. А ты еще сказал всем своим родным, близким, знакомым, что не надо туда ходить, потому что любой человек, который пришел на эти выборы, он как бы соглашается, что они есть. А их нет. Это не выборы. Это некая электоральная процедура, которая позволит потом военному преступнику Путину говорить, а мне аж выбрали россияне. Так вот, надо минимизировать возможность ему сказать эти слова. Четко и понятно. Ольга Владимировна, спасибо вам большое за эту беседу. Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, присоединялась к эфиру телеканала Freedom. Благодарим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова